короче все лещатники собираются наши за этими места занимать прямо ажиотаж он еще тоже короче дедушка приехал какой-то все хотят по этот по дуплица лещом он из копатели какие-то ходят в общем это нормально что самое интересное хочу сказать последний раз когда я ездил за этими раками ну все сварил все как бы нормально приготовил приготовился их есть а у меня руки болят ну от того что я вот внутри ночи ходил их собирал у меня появились мозоли и я их очистить не могу пальцы болят это капец конечно так ночью я буду наверное этот разбираться потихонечку сейчас пока накачаюсь туда-сюда до этого до светового дня осталось буквально тут еще 20 минут 30 и все и будет у нас ночь подруга я качаюсь и еду на свою плантацию надеюсь рак полезет потому что я не был там уже сколько два-три дня была вот херовая погода но если только нырки не выбили то этот должен этом рака поиметь ну загадывать здесь нельзя так что посмотрим все приехал я на место пока ехал что этот витроган какой-то сейчас открыл гесметию нет пишут три но что-то по ощущению нифига здесь не три метра в секунду и в общем этот и течение и ветер ну вот эта грядочка которые там вот эти большие крупные будет уже недоступна пойдем сейчас в глубь острова но походу буду как и вот в предыдущем по одной линии ходить и все блин обидно ну ладно раз приехали деваться некуда нам и пока никого нет я здесь один вместе с лягушками все прошел сейчас я линию эту рака очень мало ну то что он на драконе мне даже говорить не буду и крупного практически нету сейчас немножко днот конечно я прикрыл есть там пару приличных оставь так мелочь одна рябь рябь на воде я вот только по этой линии один разок 6 прошел и все но от меня конечно там убежала пару ну и фигня это сколько надо ждать чтобы они час обратно под этот в берег подошли сейчас попробую съездить на ту сторону там пройтись но вот судя по воде там рябь я ничего не увижу а это плохо все но можно сказать что его практически выбили этого рака не всего да но под выбили душевно и на этот вот там где крупняк самый туда я не могу зайти ну за счет того что просто не вижу там все делаю перекур пускай часто мутняк сойдет доехал я да да это до того берега рябь конечно воде нереально у меня даже в глазах рябит похоже что с такой похожие все так зрение посажу к чертям собачьим но тем не менее волга матушка дала мне слава богу вот добил я короче этот ведерко свое на той стороне больше присутствовал крупняк мелкий был но не очень много вот и как-то так получилось что зашел там на там на один пятачок они прям сидят там а бандой целый я с одного места в общем-то на дербанил их чуть притомился ну и фонарики что-то мне начинают отказывать в общем как обычно ничего нового но я уже доволен я доволен не зря приехал а то я думал вообще-то килограмм может быть два максимум поймаю а уже такой прям выстрел неплохой блин я сегодня короче без перекуров без всего чем где-то несколько часов назад приехал какой-то упырь и пошел по грядкам он был на другой стороне но я думаю идет и идет и бог с ним как бы да вот но нет он оказался жадным взял переплыл на мою сторону и вперед меня метров на двадцать остановился и пошел в моем направлении по моим грязочкам собирать урожай ну я прошел до конца ну так заприметил где он там заякорился и но и пошел я сажусь в лодку точно также делаю с ним объезжаю его вперед и дальше по своим грядкам пошел он вроде как понял всю эту ситуацию пошел сделал привал мне бы тоже сделать но раз такой упырь попался не думаю нет и тут не меня выручил я по достоинству оценил свой фонарик с этим желтым светом мутняк он пробивает вообще на раз и благодаря ему я без перекуров без всего пошел по этому второму по третьему разу вот так вот да ну и чё надо похвастаться уловом конечно мелковат мелковат что там и говорит но есть и вообще хорошие омары так вот здесь вот лежит этот вот они на него нами и еще я кастрюльку эту набил свою кастрюлечка до мелковат но главное количество